Ну вот видишь, все получится. А мы как будто моложе. А вы вчера забыли слова? Да. А, это вы забыли слова, господи, я думала у вас микрофон выключился сначала. Нет, 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 я боюсь, что на первом ряду сидит вдова режиссера, вдова главного парня, принца Патрика, и дочка сидят. Да, и с имениках. Страшно, еще Леонид Мозговой тут. Он уже сидел. Кстати, Мозговой. Я никак не думал, что он в Менчаевских картинках, я знаю, что он сейчас в эпохальных таких произведениях участвовал в Сокуровских, да? Да. А тут он говорит, да, я был. Очень интеллигентный такой человек. Что-то он играл, в репетиторе или где-то? Нет, 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 он играл в последние фильмы Ленина Алексеевича, Дюймовочка, он играл роль крота. Вот так вот он играл. Вот так, нормально. Такой интеллигентнейший крот получился, с таким проникновенным взглядом, вообще вы себе представляете. Ну вот смотрите, судьба некоторых артистов, это уже я вам говорю, из увиденного до на других каналах, ну там делали, да, судьбы актеров, которые одну роль сыграли, вот итальянский Ромео, который там, да, 15-летний актер, он потом в своих театрах, в своем театре он оставался, но больше не повезло, ни на главную роль, ничего. Вы, девочка, подросли, так раз кардинально амплуа сменили, то есть ушли в дизайнеры, в художники, в поэты. В журналисты. Да, вот почему там? Ну что значит, почему? Я, может быть, даже была в некотором смысле мудрее, не оставшись в профессии, потому что, знаете, очень тяжело, архитяжело, имея такой старт, такую популярность, такую звездность, потом переиграть себе, перерасти, потому что, ну это, как правило, на сломе вообще идет, психологическом и так далее. Мне тогда не хватило, может быть, сил заявить все-таки о себя как актрисе, но мне хватило ума понять, что можно другим совершенно спокойно зарабатывать на жизнь и развивать себя как человека, при этом имея вот такой базис, понимаете, такой вот старт, такую звездную биографическую страничку. На самом деле это очень сложно. Вот все, кого вы спросите, там Дима Иосифа, там Яна, все, кто играли в детских фильмах и получили свою долю славы, очень сложно ее потом перерасти в другом каком-то, а уж тем более и в актерском, очень сложно. Там столько перипетий, даже в эфире не уложился в формат, понимаете, это отдельная передача. Друзья мои, напоминаю, мы с вами по-прежнему смотрим «Второй план» на телеканале «Вот», и телефон, я думаю, что за эту неделю не изменился в студии 971-1911. Звоните и рассказывайте нам про своих детей, как вы их воспитываете, а я пока попробую протолкнуть своего писателя, вот тут у меня здесь был, вот здесь сидел Александр Мазин, Саша Мазин, это наш писатель, и сейчас он уже издатель, фантаст, у него вот эти все только на нашей почве, богатыри, да, и все детские сказки, да, то есть печатает, сам пишет, сам издает. Просто я почему вам говорю, что, может быть, раз вы работаете с детьми, как-то вам концепция уже на более такую широкую, да, концепцию, и подключить, пригласить Мазина Сашу, общаться, сказать, Александр, вот какая от вас может быть, как от издателя, может, вы почитаете, придете нашим там, детишкам, что-то, да, вон Саша отзывчивый, Саня, ты же смотришь, да, я думаю, ты детишек не обидишь. Нет, действительно, у нас вот этот вечер был такой пробный шар, который мы пустили, посмотрели, что возможно, реально, это очень здорово, собрать вот такой вот широкий состав, и надо сказать, что это еще не все, потому что очень многие, кто-то не смог там из-за визы к нам доехать, кто-то не смог по каким-то рабочим своим обстоятельствам, кто-то по здоровью, да, поэтому могло быть гостей еще больше, что это интересно, что это востребовано, что вот это вот тепло, которое шло вчера, как вот говорят зрители по отзывам в зал, вот это вот гармония, не знаю, счастье, воспоминение в детстве, люди слезы слезами на глазах, и, конечно, хочется продолжать, растают какие-то крылья и начинаешь придумывать уже планы на будущее, поэтому у нас есть в будущем такой замысел сделать красивый сайт, помните Ленин Алексеевич, да и его фильмов тоже, на котором у нас будут и фотографии, и интервью, и много другой какой-то интересной информации, конечно, и у нас вчера вечер записывался, может быть, там будет какой-то фильм об этом вечере выйдет, в дальнейшем, конечно, и продолжать вот эту нашу линию вечеров, продолжать, может быть, как-то соединяя это с работой с детьми, поэтому очень много мыслей. Планов Громадью. Планов Громадью мы сегодня разговаривали утром с Димой Иосифом, и тоже об этом он говорил, что да, давайте, давайте, давайте делать дальше и придумать еще что-то интересное, и мы действительно будем работать, потому что первый толчок, и толчок хороший, добрый, положительный, все получилось, и теперь, конечно, надо строить планы на будущее, причем начиная уже с самого близкого времени, чтобы у нас было... Вот 22-го апреля на этих стульях сидели два старшеклассника. Да, я помню. Мастер-шеклассника, которые организовали и, опять же, обратились к Смесьхеву, и тот, там, помог дипломами, там, чем посильно, просто они поздно поздно обратились, дети не знали, да? Они назвали свой первый фестиваль, назвали внеклассное кино. Вам дальше можно разработать, ну, я не знаю, с кем, может быть, Леонид тот же самый мозговой, он авторитетный, если чего, подключите. И все равно начинать... Вот я просто уже опыт был, у меня фонд Есенина был, у нас 15 лет, ему памятник Есенина выбили, поставили, да? Прекрасно. Скульптора Чаркина. То есть бегали, доставали деньги, достали, большие деньги достали на памятник, на конкурс песни достали. И все провели, и все поставили, все, что наметили, да? Все выполнили. Просто нужно начинать с писем. Вот во все инстанции нужно писать писем. Одно и то же, только шапку у меня, да? Да. Даже в церковь, да, писали. Церковь признала Сергия убиенным. Ну, там, да, там идут еще. Убиенным и постановили 26 ноября, декабря. По-моему, декабря, по-моему, декабря. Его же отпевали даже. Отпеваем, да, отпевали. Ну, когда мы платили деньги, проплачивали, за службу надо платить. Нет, его отпевали, когда он ничего скончался. То есть, да? Да. А мы спустя много лет, просто не были верены на то, что это было. Я про что говорю? Что вам надо сделать вот с Леонидом Мозговым, ну, может, Ищевский, тоже штиль пойдет, с удовольствием подключится. Вам надо фестиваль. Знаете, там Крючкова, Санаева, филозы. Как нужно пробить детских шагов? Вы знаете, я тоже, вот мы тоже об этом и думаем. Да, да. Вы прямо озвучили, сорвали с уст. Понимаете? Мы же так... Конечно, хорошо. Давайте вы с нами тоже будете. Мы все вместе и пробьем это. Потому что мы пробьем обязательно. Знаете, до обидного жалко, ведь вот мы общались с Леонидом Алексеевичем, что в момент, когда он был востребован как бы и жив, и все, он участвовал в фестивале киносказочных, но не было вот ни этих вечеров его творчества, ни там каких-то... Это было все так, ну, так это проходящее. И сейчас нам надо это как дань вообще в конце концов отдать. Не говоря уже о тех моментах, что это нужно всегда, чтобы дети смотрели. Возвращаясь даже вот к вашему первому вопросу, Анатолий. Да, вот, во-первых, конечно, то, что я работаю с детьми. Во-вторых, действительно, это для меня было вот как отдать дань, благодарность, да, когда я уже взрослый человек, когда я могу осознать свое детство, то, вот кем я стала сейчас. Я стала благодаря и большей части фильмов, конечно, для Ильи Алексеевича, на которых я выросла. Ну, я думал, что и родителям, которые давали 10-15 копеек. Конечно, конечно. И родителям, конечно. И родителям отстоять в очередь в кинотеатр, прийти посмотреть, да. И даже и по телевизору все это шло. И по телевизору все это шло. А дети ведь они как были, детьми так и остаются, вы понимаете. Да, в душе. Они сейчас читают Гарри Поттера там или еще какое-то. Они смотрят замечательно. Вот у меня двое детишек прекрасно смотрят нечаянские фильмы. Не зная даже там, не знавшие раньше, что я там играла Мальвину. Это смотрится. И это нужно смотреть. Потому что да. Потому что фильмы на века. Вот смотрите. Гарри Поттера. Кто-то пролоббировал сюда. Нашу страну. А почему никто не лоббирует фильмы? Переводили бы на китайский, на итальянский. Леонид Алексеевич, будучи жив, он как раз об этом и говорил. Вы понимаете? Ну да, это проблема. Это проблема, я не знаю, финансирования или там престижа или еще чего-то. Во-первых, финансирование. Да. Во-вторых. Что тут говорили? Как бы даже сказать, это не знаю. Извините. Нашего менталитета какого-то. Поскольку, например, мы обращались во все телеканалы, чтобы анонсировать наш вечер. Мы обращались на Первый, на Россию, на НТВ. Мы писали письма, приглашали журналистов. К счастью, вы только с нами. Спасибо вам огромное за наш анонс. За те, которые были один и второй. Но другие телеканалы не отозвались. То есть, например, наш чудесный телеканал местный сто нам сказал, что, ну, нам как-то вот это не интересно. Правильно. Им интересна клубничка. Да, клубничка. Да. Я знаю, что они... Я бы, например, расценивал бы это как предательство по отношению к собственному городу. Да. То есть, понимаете, человек, который берется говорить от имени канала, что нам а то не подходит, это уже человек должен сидеть. Даже пол срока уже должен сидеть. Вот когда к нему придут с письмом от Мисс Хиева, он не сможет отвертеться уже. Он скажет, ой, да, да. И, понимаете, когда... Дело в том, что любой канал, любой канал, как только что-то зашевелилось, пошли движения финансовые, какие-то потоки, бегут сразу. Сразу, бегут, сразу под ключи. Ой, это наше. Что ж вы нас не звали? Начнем с малого. Продвинемся дальше, надеемся. Главное, все хорошо. Вот давайте. Вот смотрите. Дорога все это еще. Вы ушли, закончили что-то... А, вы кинокритик. Ну, я закончила Всесоюзный Компьютерский институт кинитографии. Да, по профессии я киновед. Вообще ужасно, да, серьезно звучит. Я ни дня не работала, в общем-то, по профессии. Хотя я работала вместе с Роланом Антоновичем Быковым в его фонде. И снимала передачи телевизионные для детей под его эгидой. Редактуры. Но это недолго было. Потом поменялись какие-то, так сказать, жизненные позиции. Да и сам он, в конце концов, скончался. А занималась я журналистикой в результате. То есть, все равно это связано с искусством, с людьми. Мне очень интересно, так сказать, с людьми общаться. А журналы? Нет, журналистик. Я думала, слово журналы. А, журналы. Где у дизайнеров? Да нет, дизайнер у меня не работало практически ни дня. Я была немножечко там, так сказать, верстальщиком, условно говоря. То есть, я знала компьютерные программы и делала там что-то такое. На самом деле, нет, это, можно сказать, хобби. Основной литературный труд. Вот. Поэзия. Поэзия. Ну, это тоже уже можно сказать. И там даже в интернете есть часть стихов ваших. Леонид Алексеевич очень их ценил. Вы знаете, я бы не стала, может быть, даже это, так сказать, дальше опубликовать и так далее. Он меня продвигал. И я, опять-таки, сейчас считаю, что это... Мне нужно, когда... Вот, долг отдать священный, понимаете? Ну, да, да. Когда человека нет, а он тебе говорил, тебе нужно это делать. Вот сейчас я теперь знаю, что мне нужно это делать, потому что он оттуда смотрит, опять-таки. Ну, как бы вот на сердце неспокойно. Вот такие вот моменты есть. Ну, и, конечно, наверное, хочется, чтобы кто-то читал, в общем-то, не так. А вы нам можете что-то вот сейчас, вот раз так? Вот так вот сейчас вот. Наша память волшебный ларец. Тара времени. Ящик Пандоры. Ей неведомо слово конец. Лишь скомандует сердце мотор, и начинается магия сна наяву. Лента воспоминаний. Память, память, моя синема. Далеко ли еще титр финальный? Вот. Так что это вот про синема, про память, про то, что... У нас вчера, кстати говоря, был очень интересный ролик о Рома. Да, молодец. Роман, вот он тоже, знаете, это который играл Пьеро. Он живет в Израиле, он сейчас педиатр, то есть человек вообще совершенно никак не связанный. Но вот тоже его зажег Леонид Алексеевич, понимаете, и он об этом сделал ролик. Он сочиняет стихи, он пишет песни, пусть для себя. Но под вечер он не смог приехать. Замечательный, душевнейший ролик сделал. Он написал прекрасную песню, я сам исполнил. Он сделал слайд-шоу из фотографий с Леонид Алексеевичем вместе, из съемок фотографий с приключения Баратино. Получилось, ну, просто вот чудо какое-то. И нам это прислал, причем это было буквально за один день уже, даже не за один день, а это была ночь перед нашим вечером. То есть я где-то бегала по городу, мне раздался звонок телефонный, что «Здравствуйте, это Роман, я из Израиля». И так даже сначала, потом, когда я поняла, что это Роман, я записала замечательный ролик. Я узнала только на днях, что будет такой вечер. Я, к сожалению, не смогу приехать, потому что я далеко сейчас. И очень хочу посмотреть. Вот вам если понравится, покажите. И вот для меня было просто чудом таким, что он с нами все-таки связался. И ролик прозвучал, он был очень-очень добрый, душевный. И как раз вот о том, как честь судьбы не обрывается, как жизнь не кончается. Как вот это все, понимаете, передается как раз точно. А вот про этих девушек двух, Марселла и Марселла. Вот вчера, вот они, я смотрю, такие красивые. На дно сначала подумал, о, Савельева, Наташа Ростова, думаю, только немножко уже взрослая. Селезнева, наверное, Светлана, да? Да. И вот я прочел, ну там есть сайт Артиста Театра Кино, где про всех про вас. Вы все читаете на сайтах, ух, это интересно. Ну как же я тогда... Правильно. У нас рейтинг тогда упадет. Сейчас это недовольный способ. Друзья, я же вам... Я же вам напомнил, телефон 971-1911. Мы ждем вас. Смотрите, ведь пойдут ролики уже и увидите этих красивых девушек. Так вот тиран про этих девушек. Я прочел. Одна, кстати, у нас в театре, да? А почему там вчера в Москве, я сегодня уеду в Москву на машину? Нет. Елена Антонова, она действительно работает в театре в Москве. Она художественная руководитель. А она же из Питера жена? Нет. Елена Антонова москвичка. Она жила в Москве. Она художественный руководитель театра. Запомню то, как он называется. Точно. Малый драматический театр. Вот я у нее была на одном спектакле, буквально две недели назад. Спектакль мне безумно понравился, очень было здорово. Театр крошечный, уютный, камерный. Играют артисты потрясающе, просто живут на сцене. А Светлана Селезнева, она очень много снимается в кино сейчас. Ну, поскольку кино у нас такое сейчас быстрое, но я думаю, сериальное.